В Бендерах хотят, чтобы фонари на транзитных улицах горели всю ночь. Это дорога от Бендерской крепости до выезда на Кишинев, а также выезд на Каушаны. В планах продлить до часу ночи работу фонарей и в центре города. Тему продолжит Мария Китаева. У госадминистрации Бендер сотрудники электросетей роют траншеи, прокладывают кабели уличного освещения. Скоро по всей улице Ленина будут новые фонари. Высокие на железных опорах. Силовые кабели уложили под землей. Мы приняли решение, максимально возможно, возможные участки воздушных линий электропередач убирать в землю. По улице Ленина, по части улицы Лозо проводов воздушных линий не будет. Будут только красивые опоры электропередач, красивые опоры освещения, яркое освещение и, соответственно, больше ничего. У дворца культуры Ткаченко новые фонари уже стоят. Они практичные и прослужат много лет. Опоры имеют долгий срок службы, надежные. Ну, практически у них больше 25 лет, потому что они оцинкованы, покрашены специальной краской, то есть им не страшна коррозия. Они достаточно прочные и легкие, что облегчает их монтаж. Ну и, соответственно, эстетический вид у них гораздо лучше. Старые фонари, которые приходилось очень часто ремонтировать, и они не давали такой световой поток, какой будут давать новые диодные светильники. Такие же фонари, их будет около сотни, установят вдоль всей улицы Ленина и по части Лозо. По Ленина вниз к привокзальной площади электросети заменяют старые линии электропередач, которым уже больше 40 лет, на новые. Они будут обеспечивать светом весь центр города – многоэтажки, две поликлиники, аптеки и детские сады. Мы свою инвестпрограмму скорректировали таким образом, чтобы все земляные работы, связанные с разрытием траншей, выполнять в этом году именно по данной улице и по периферийным смежным с ней улицам. Менять силовые кабели и фонари в центре города будут до конца осени. Энергетики считают, что после окончания работ лет 20 сюда возвращаться не придется.